Здравствуйте! Что вы себе представляете, если вам скажут такие слова, как 44-магнум? Думаю, сами посадите себе что-то вот такое. Здоровенный револьвер. Правильно. На вторую очередь вы представите себе что-то вот такое. Достаточно большой револьверный патрон. Ну и очень маловероятно, что вы представите себе вот такой здоровенный пистолет. Тем не менее, это Desert Eagle 44-го калибра, под тот же самый патрон, которым стреляют револьверы. В чем его смысл? Это спортивный пистолет. Его придумали для спортивной стрельбы по металлическим силуэтам, распространенным в США без спорта. Какие у него есть преимущества перед револьвером? Ну, он тяжелее, он сложнее, он дороже, менее надежный. Но почему-то его все-таки покупают. И не только за красивый вид. Например, в последних версиях пистолета здесь добавили планку Пикатинни вместо Вивера для большей свободы в установке прицелов. Значит, видимо, на него устанавливают прицелы и, значит, используют для спорта. Ну, давайте посмотрим первое. Стоп-патроны. Револьвер 6 штук. Ну, бывает 5, бывает 7, но в 44-магнум 7 это огромная редкость. 5-6 обычно помогут. Ну, а сейчас 6. Револьвер 5 штук. В 2016-е молодая косметика. 6-lauf-патроны. 10-л past Council. 10-л pastач С. 10-л pastач С. Восемь патронов. И если вам очень нужно, девятый вы можете загнать в патронник. В полтора раза больше, чем у революции. Но, наверное, в спортивной стрельбе это не самое лучшее. А на охоту с Desert Eagle, пожалуй, идти не стоит. Это пистолет неплохой. Как вы могли посмотреть в моем прошлом видео, он достаточно надежен. Если чистый, с качественными патронами, но все-таки не далеко. Ну, что ж, благодаря Одесскому областному стрелково-спортивному клубу мы можем сравнить револьвер и пистолет 44-го калибра. И посмотреть, из какого стрелять приятнее, из какого стрелять хуже. Ну, для начала револьвер. Если вы пытаетесь выстрелить без предварительного завода курка, ну, мягко говоря, это возможно. Но, эх, скотина, очень тяжелый спуск. Вам придется заводить курочную, если вы хотите сделать точный выстрел. У пистолета, разумеется, такой проблемы нет. После каждого выстрела затвор откатывается назад. Сейчас, магазин. Выстрел. Заковор откатился. Выстрел. Каждый раз у вас легкий спуск. И не нужно напрягаться. Далее. В случае данного пистолета, у него есть дульный тормоз. Здесь у нас дульного тормоза нет. Тоже нет. По весу пистолет все-таки тяжелее. Если вы будете его носить с собой, это минус. Но при стрельбе ряд снизит отдачу. Ну, и, наконец, попробуем, собственно, как у него с отдачей. В 44-м и в случае пистолета, и в случае револьвера. Я думаю, для этого нам хватит и парочкой выстрелов. Заряжаем парочку патронов револьвера. Стрелять буду одной рукой, потому что хват двумя руками револьвера и пистолет совершенно разный. А сравнить хочется в одних условиях. Это был револьверный первый выстрел. Не забываем взвести курок. Очень тяжело взывается. Возможно, почистить нам. Так, и... Что у нас? Барабан, прокрутение в соположении. Понятно. Второй выстрел. Ну, отдача очень большая. Сильно бьет по руке, несмотря на резиновую накладку. И очень сильно относит руку в сторону. Но, разумеется, если держать одной рукой, не особо напрягает. Теперь повторим эксперимент с DZ3. Два патрона в магазине. Кстати, теперь явно не будет проблемы с тем, что неправильно провернули барабан. Тут уж он точно провернется как надо. Точнее, дошлет патрон в патроне. Пробуем. Честно, ну, никаких особых неудобств. По руке особо не бьет. И подброс, на мой взгляд, меньше. Со стороны, наверное, лучше видно, но, на мой взгляд, намного меньше подброс ствола. То есть, намного приятнее в стрельбе, намного меньше отдачи. Спуск мягкий. В общем, намного лучше. Для спортивной и развлекательной стрельбы я бы однозначно выбрал пистолет, а не револьвер. Почему у него настолько маленькая отдача? Еще раз скажу, что большой вес – это плюс. Дульный тормоз – это плюс. Ну, и, на мой взгляд, здесь самое важное – автоматика. Револьвер. Пороховые газы давят на дно гильзы. Она давит сразу сюда. Все это жестко соединено с вашей рукой. И выдавление пороховых газов, а там это что-то около тонны, прямо воспринимаете рукой. В случае пистолета у вас есть массивный затвор, который едет назад. И он воспринимает часть импульса отдачи. И пока он едет, он вам эту отдачу плавно передает руке. Соответственно, вы ощущаете намного меньшее давление на руку. Ну, у вас нет такого удара. Причем, замечу, здесь голый металл. Здесь даже нет резины. Вот тут идет резина, а в верхней части нет резины. Именно в той части, где вы плотнее всего держите пистолет. Так что, очевидно, пистолет намного приятнее, чем револьвер. И, по всей видимости, этим и обусловлен достаточно большой спрос на дезерт игл. В калибрах от 357 достаточно слабого до 50-го. Я стрелил 50-м калибром, там тоже отдача вполне приемлемая. На мой взгляд, чувствуется слабее, чем 44-м в случае револьвера. Честно, я не сравнивал их вот так лоб в лоб, один за другим. Но, по воспоминаниям, все-таки 44-м в час бил по руке сильнее, чем 50-й дезерт игл без дульного тормоза, хочу отметить. Тогда, когда я стрелял что-то около года или полутора назад. До свидания!